всем привет я наталья и сегодня я делаю вот такой маникюрчик а также покажу как можно нарастить ногти базой для гель-лака а работать буду материалами компании patrissa nail у меня несколько цветных гель-лаков и парочка новых баз билдер база это конструирующая база она сочетает себе функции базового и моделирующего покрытия эта база высокой степени вязкости ей можно не только хорошо укрепить но и выровнять ноготки а также при необходимости нарастить длину свободного края до 7 миллиметров кучуковая база prima имеет среднюю степень вязкости время полимеризации в гибридной и led лампе всего 15 секунд и к тому же база очень быстро самовыравнивается она подходит для сухих ломких и проблемных ногтей гель-лаки patrissa nail очень хорошо пигментированы и хорошо ложатся уже с первого же слоя но если хочется добиться более глубокого и насыщенного оттенка то можно нанести два тонких слоя а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По просьбе к ленте длину немного убираем... Продолжение следует... Отслойка у нас только на одном сломанном ноготке, на остальных все продержалось очень хорошо... Затем опиливаю форму и спиливаю лишнюю базу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я отодвигаю кутикулу пушером и сделаю аппаратную обработку. Фрезой пламя с синей насечкой я счищаю птеригий. Аккуратно поднимаю и раскрываю кутикулу. Аккуратно поднимаю и раскрываю кутикулу. Счищаю кутикулу я фрезой шар с синей насечкой. Я работаю в направлении реверса, скорость средняя примерно 15000 оборотов. И первым делом я наращу сломанный ноготок. Обезжириваю ногти и наношу праймер. Наращивать буду вот на такую одноразовую бумажную форму. Необходимо точно подогнать эту форму под ноготок. Это не так просто, как кажется на первый взгляд и требует определенной сноровки. Затем втирающими движениями наношу тоненький слой билдер базы. Просушиваю. База очень густая, она никуда не затекает, не убегает, поэтому я спокойно моделирую ноготок и формирую правильную архитектуру. Просушиваю 30 секунд. Затем поджимаю свободный край и досушиваю в лампе еще 30 секунд. Снимаю зажим, форму и липкий слой. И опиливаю наш нарученный ноготок. На все остальные ноготки наношу бескислотный праймер и делаю укрепление и выравнивание ногтей второй каучуковой базой Prima. Консистенция у этой базы более жидкая, чем у предыдущей. Она очень шустренькая, поэтому и работать надо пошустрее. А просушивается, повторюсь, всего 15 секунд в гибридной и LED лампе. За счет этого скорость работы значительно увеличивается. Просушиваю. Затем все ногти, кроме безымянного, крашу гель-лаком под номером V17 от Patrice Nail. Просушиваю. А на безымянный ноготь наношу камуфляжик молочного оттенка. Просушиваю и добавлю немного блеска, сделаю растяжку из блесток. Просушиваю. Просушиваю. И завершаю дизайн гелем-паутинкой. Чем тоньше будут линии, тем изящнее получится дизайн. Кстати, перекрывать этот дизайн топом я уже не буду. Прежде чем просушить, вытираю с кожи гель и просушиваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА